Большой привет из Бухары! Мы собрались здесь сегодня, в конце мая, в этом замечательном городе, для того, чтобы приветствовать финалистов Школы по человеческому развитию 2014. Эта школа на самом деле уникальное мероприятие, потому что она пропагандирует концепцию парадигмы человеческого развития, а человеческое развитие стоит во голове всей программной деятельности агентства ПРООН, программы развития ООН. Парадигма говорила о том, что все наше развитие, все наши усилия по изменению реформам политики должны нацелены быть на то, чтобы людям жилось лучше, чтобы улучшался их уровень жизни. Так вот, начиная с 2010 года в Узбекистане проводятся такие школы два раза в год, зимние и летние. И наша сегодняшняя школа уже шестая по счету. Мы взяли эту идею из уже имеющихся аналогов, которые существуют и в Латинской Америке, и в Индии. Родоначальница, откуда Амар Тя Сен вообще принес эту идею. Reflections on Human Development написала очень известное произведение, книгу, в которой рассказала о том, для чего вообще человеку развиваться и на что должно было быть нацелено это развитие. Такие школы и существуют и в регионе СНГ, и Европы. Россия делает такие курсы. В Азербайджане проводятся тренинги для преподавателей и государственных органов. Также есть эти школы в Таджикистане и Узбекистане. И в Косово. Мы не ограничиваем наших участников. Мы проводим нашу школу в два этапа. Первый – это дистанционный курс. Он проводится онлайн. Специальные учебные оболочки. Все, что нужно для этого – интернет и желание научиться чему-то новому, посмотреть на мир глазами справедливости, равенства, роста, который устойчив и который направлен на то, чтобы людям живлось лучше. И желание все понимать через цифры, через статистику, совершенно современную, самую последнюю. Поэтому в этой школе мы собрали 200 человек, которые пожелали участвовать из регионов Узбекистана. Это огромное количество, где мы вместе на форуме собирались, обсуждали вопросы, которые модерировали наши преподаватели, как из узбекского офиса ПРООН, так и из регионального офиса Братиславы. Также у нас были помощники, участники, выпускники прошлых школ по человеческому развитию. Мы стараемся охватить как глобальные изменения в человеческом развитии, на уровне мира, что происходит, какие тренды, как меняется экологическая обстановка, как экономический кризис влияет, глобализация влияет на развитие человека, передвижение, миграция. Также смотрим на наш регион, на Центральную Азию, на взаимоотношения между республиками, на мобильность людей. Ну и очень большое внимание уделяем именно Узбекистану, потому что вся наша статистика, весь наш анализ, он направлен на то, чтобы посмотреть, как люди живут в разных регионах республики. И на сегодняшний день наши финалисты, 20 человек из 7 регионов Узбекистана, собрались здесь. И вчера мы обсуждали такие темы, как человечество, которое разделено, почему оно разделено, почему есть бедные, есть богатые, есть ограниченные в своем развитии, есть те, которым принадлежит много ресурсов, как надо относиться к людям с инвалидностью, как надо правильно рассматривать вопросы гендера. Обсудили вопросы бедности или малоимущих, говорили об экологических проблемах. Сегодня целый день мы смотрим на статистику, изучаем продолжительность, ожидаемую продолжительность жизни, материнскую, детскую, рассматриваем все цели развития тысячелетия. Все студенты очень довольны, заинтересованы. Завтра нас ждут презентации самих студентов, которые уже представят свой анализ на основе имеющихся данных. С нетерпением жду этого момента. И очень счастлива, что в дальнейшем мы планируем проведение таких школ и приглашаем вас поддержать нас и участвовать в них. Если скажи на дни сетях, то как там есть и помощи, все остальные, две частые конкурсы, это communal семей, э слышать ясно, ведь несб의를 опросить их можно пути, но тогда, когда люди бы исфинили, только если они не все выше, просто каких-то, так как можноお願いします? Продолжение следует... ...по человеческому развитию мы научились очень многому, но самое интересное, что было за свои другие, я думаю, это программа DevInfo, которая позволяет составлять различные графики, составлять таблицы, и самое главное по человеческому развитию, самое главное, эти таблицы и графики составляются очень легко и не требуют большого... ...количества времени. Сама программа DevInfo имеет очень много вариаций, здесь есть DevInfo 6.0, 6.1, но я думаю, самая приемлемая вариация это DevInfo 7.0, потому что ею можно пользоваться прямую, качая из интернета все данные, и естественно, когда мы связываем это с интернетом, данных там намного больше, чем двух тех программ. Сегодня я очень счастлив, потому что я один из представителей Суммари-Скуля о Хуман-Девлопменте 2014. Сегодня это второй день, и мы обучаем ДевInfo. Что это ДевInfo? ДевInfo — это специальный программ, который был создан в первую очередь, который был создан в Унисфе. Унисфе, который был создан в Униссфе в Унисфе, в Униссфе и в Униссфе. Я думаю, что ДевИМФО очень полезный и очень продуктивный программ, не для УН-стага, а для студентов, для всех, особенно для тех, кто работает и интересует УН-сферу. Для меня это будет очень важно и будет служить как основной источникой в будущем. Данная школа предназначалась для того, чтобы внести в общество через определенных индивидуумов, личностей, те навыки, знания, познания, которые необходимы для существования в обществе, для его развития, для того, чтобы каждый человек мог владеть определенными навыками, практикой, как правильно себя вести, как понимать, как воспринимать общество и что необходимо делать, для того, чтобы все люди были социально вовлечены, не было дискриминации. То есть суть школы заключается в том, чтобы человек развивался не только как сам, индивидуальная личность, но и чтобы это развитие влияло на развитие общества в целом. Если же брать непосредственно моем участие в данной школе, то я до этого участвовал уже в трех школах как участник. И, так сказать, я живой пример того, что эта школа имеет определенное влияние. То есть на данный момент я уже перешел из категории участников в категорию фасилитатора. То есть получает то, что я научился сам, понял, узнал, я теперь передаю дальше. То есть это прямое подтверждение того, что данная школа идет в правильном направлении. Если же дальше будет развиваться и продолжаться все в данной стезе, в данном направлении, то я уверен, что в будущем еще две-три школы и те люди, которые участвовали сейчас, они уже будут, так сказать, придут на смену мне, они будут обучать не только как фасилитаторы в данной школе других людей, но и в обществе. То есть общество, наконец, поймет, узнает, так сказать, направление, куда надо идти, как надо идти. И что лучше сделать для развития не только самого себя, но и для того, чтобы развивались все.